Детская танцевальная студия 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 Страшно не было, было интересно, было увлекательно, потому что, на мой взгляд, детям всегда интересно видеть своего педагога на сцене, действующего артиста. Плюс мы очень часто делаем совместные концерты, на которых дети выступают вместе со взрослыми, и они учатся, набираются опыта, это дорогого стоит. То есть все эти 25 лет юные артисты активно гастролировали вместе с взрослым составом ансамбля «Песни и пляски войск» стратегического назначения «Красная звезда». Да, активно. Какие страны удалось посетить им? Ну вот за последние годы мы два раза были в Италии, были очень много раз в Болгарии, ездили с концертами Москва, Московская область, ну в Санкт-Петербург в прошлом году возили детей на конкурс, в Екатеринбург, то есть у нас достаточно обширная территория. Мне кажется, не каждый краснознаменный ансамбль может похвастаться таким огромным количеством детей, таким огромным количеством юных артистов, которые вовлечены в концертную деятельность. Не каждый. Наш коллектив был самым первым, у которых появилась детская студия, и мы этим очень гордимся, всегда говорим об этом. 25 лет уже солидный возраст, какой путь пройден, какие постановки появились, какие новые направления? Вашей студии. Путь огромный, постановок не пересчесть, больше 200, это точно. И у нас прошло столько детей, нашу школу, за 25 лет уже появились дети, которые сами когда-то занимались, у них появились дети, они привели нам своих детей. Это очень приятно, что нас любят, нас помнят, и всегда мы востребованы. Даниил, как началось твое знакомство с этой студией, кто привел тебя в Красную Звезду? Я пришел в студию Красная Звезда в 5 лет, меня привезли туда, как все примерно дети и родители, потому что всегда хотели, чтобы я занимался творческой деятельностью, развивался с разных сторон. Чему ты научился за эти годы и сколько лет ты отдал танцевальной студии? Я занимаюсь танцевальной студией уже более 10 лет. Меня научила Красная Звезда создать дисциплину и, в принципе, как нужно себя вести на сцене и в жизни. Даниил один из выпускников этого года, то есть он скоро покинет ряды танцевальной студии. Мария, вот с каким чувством прощаетесь с вашими взрослыми артистами? Мы очень дрожим тем, что наши дети так долго занимаются у нас, что они нас любят, они к нам обязательно приходят потом на концерты, приводят своих детей, когда они появляются, и мы с гордостью отправляем их в дальнейшую жизнь. Даниил, будет ли как-то дальнейшая твоя жизнь связана с творчеством или у тебя другие совершенно планы и танцы ты завершаешь? Ну, танцы, может быть, и завершаю, но творческую деятельность я все-таки буду продолжать, так как в колледже и в университете я выбрал творческую деятельность. Какую профессию для себя выбрал? Куда будешь поступать? Я связал свою жизнь с журналистикой и с фотографией, то есть иду я на фотографа, журналиста. КОНЕЦ КОНЕЦ Татьяна, как ты пришла в студию «Красная звезда» и расскажи об этом ансамбле? Ну, меня привели мама с папой. Я давно хотела, тогда в 4 года, мне очень нравились танцы, и я хотела ими заниматься. «Красная звезда» — это большая семья, и там очень много друзей, все друг друга поддерживают на разных конкурсах, концертах. Я занимаюсь в группе «Улыбка». Это средняя группа. Со мной занимаются девочки моего возраста, 5-6 класса. Мы танцуем разные направления танцев. Какие это направления? Народные, эстрадные, современные. Вот сейчас у нас новый номер «Пазл» называется. Очень хороший номер, мне очень нравится. Танюш, а какой твой самый любимый номер? Мария Юрьевна уже сказала о том, что более 200 хореографических постановок. Но что по сердцу именно тебе? Мне нравится номер «Разведка», «Весна». А из других номеров, которые танцуют другие группы, мне нравится «Добежать». «Летят утки». Очень хорошие номера. Кого люблю, кого люблю, не дождуйся, ой. Кого люблю, кого люблю, не дождуйся, приди, милый, приди, милый, стукни стену, ой. А я выйду, а я выйду, тебя встрену, ой. А я выйду, а я выйду, тебя встрену. Как рождаются хореографические постановки? Как возникают эти образы? Номера рождаются по-разному. Иногда они рождаются сами собой, иногда какие-то тематические, какие-то к Дню Матери, к 9 мая. Разные абсолютно бывают концерты, поэтому и номера абсолютно разные. В нашей студии сегодня присутствует самая юная артистка детской танцевальной студии «Красная звезда». Вера, кто привел тебя в детскую танцевальную студию? Мама. Мария Юрьевна, с какого возраста вы принимаете к себе детей? Мы принимаем с 3 лет. Вот это самая младшая группа. На будущий год у нас будет набор малышей. У нас в этом году много выпускников. И у нас так сложились традиции, что одна группа выпускается, и новую группу мы набираем. Вот мы приглашаем малышей к нам с 3 лет, 3-4 года. Это самый такой возраст, которым дети непосредственно, им нравится заниматься, и мы стараемся их увлечь на своих занятиях. Мария Юрьевна, как проходит набор в вашей студии? Какие требования вы предъявляете? К нам приходят детки, мы смотрим на них, они занимаются как такового отбора по каким-то там критериям у нас нет. Но дети сами понимают, что это нужно им. В первую очередь, главное желание. И мы потихоньку в процессе работы понимаем, ребенок пойдет дальше, либо ребенок не будет у нас заниматься. Но, как правило, это единичный случай, и детям всегда нравится. Самое главное, что это желание. Но вы принимаете всех. Принимаю всех. И рады всем. Мария, ты тоже в этом году выпускаешься. Будешь ли ты дальше продолжать заниматься танцем, или, как Даниил, выберешь другой путь? Я пришла в детскую танцевальную студию «Красная звезда» в 7 лет. И так как в этом году я тоже являюсь выпускницей, в следующем году я бы хотела продолжить заниматься в этой же студии. И в будущем тоже как-то соприкасать свои интересы вместе с танцем. То есть ты не будешь расставаться с танцевальной студией, продолжишь обучаться? Чему научилась за эти годы, и что дала тебе «Красная звезда»? Какие возможности в тебе она открыла? Я научилась в «Красной звезде» вести себя также на сцене. Получила кучу просто воспоминаний из наших разных поездок, выступлений, на занятиях. Вместе со мной ходит вся моя семья, у меня еще три младшие сестры, которые точно так же занимаются в нашей студии. Двойняшки, которые тоже являются участницами в самой младшей группе. И средняя сестра, которая тоже занимается. Мария, получается, что у ваших выпускников есть и дальше возможность продолжать заниматься в студии и выступать на сцене? Есть. Мы выпускаем ребят, а потом они продолжают заниматься в старшей группе, переходят уже на другой уровень немного. Есть те выпускники, которые выбирают свои профессии, артисты балета. Есть девочки, которые пришли к нам в ансамбль, стали действующими артистками балета. То есть выросли, получается, из детской танцевальной студии и перешли уже в основной состав балета «Красная звезда». Есть дети, которые выбирают себе эту профессию, но очень многие дети все равно как-то связаны с творчеством в будущей своей профессии. Александра, ты в танцевальной студии занимаешься всего лишь год, но я знаю, что ты увлекаешься разными направлениями. Это и музыка, и спорт. Вот все-таки что для тебя значит хореография? Мне очень нравится хореография. Мне больше всего нравится шпагат, мостик. Это вот все то, чему ты научилась за этот год, да? Да. А еще что выучили? Какие танцы? Выступала ли ты уже на сцене? Вот каким был для тебя этот год? Год был очень хорошим, и я научилась многому, но в садике я еще умела делать мостик. Как ты попала в «Красную звезду»? Кто тебя привел? И почему ты решила увлечься танцами? Заняться хореографией? С четырех лет, ну, наверное, или постарше, мне нравились танцы. Ну, я ходила на балет, челкунчика, и мне понравился танцевальный концерт. Вот, и я решила, чтобы, ну, когда я подрасту еще немножко, чтобы меня отвели. Мария, как удается организовать такое огромное количество детей? У нас дисциплина есть на занятиях, без этого никуда. Дети должны привыкать работать в коллективе. Они не каждый сам за себя, они в коллективе. Поэтому это и есть ансамбль, мы все вместе, мы все дружные. Это, наверное, такой лозунг нашего коллектива. 25 лет исполняется вам. Вы сейчас готовитесь к самому главному концерту этого года, к своему юбилейному концерту. Когда он состоится, во сколько и можно ли на него попасть жителям города Одинцова? Конечно. Мы приглашаем всех на наш юбилейный концерт. Он состоится 17 мая в Мечте, в 19.00. Мы ждем всех. У нас будет аншлаг, мы в этом уверены. И у нас будет много сюрпризов для зрителей. Приходите обязательно, будет много интересного. А я сейчас предлагаю посмотреть небольшие фрагменты с ваших последних репетиций, с ваших генеральных репетиций прогона юбилейного концерта. Внимание на экран. Мария, 25 лет позади. А что впереди? Какие планы? Чем будете удивлять и детей, и зрителей? Впереди у нас, как всегда, грандиозные планы. Ждем 50-летие. Готовимся всегда к любому концерту. Приглашаем всех всегда на наши концерты. Также будут новые постановки, будут новые гастроли, поездки. Жизнь бьет ключом. Сейчас мне бы хотелось, чтобы каждый из наших гостей сказал несколько слов поздравлений в адрес детско-танцевальной студии «Красная звезда». Александра, давай начнем с тебя. Что бы ты пожелала своей студии? Я хочу поздравить школу и хочу пожелать, чтобы приходило еще больше детей, больше, чем есть сейчас. Я бы хотела пожелать процветания нашей студии и поблагодарить педагогов за то, что научили нас всему самому наилучшему. Данил, ты должен сегодня сказать пожелания от лица всех выпускников детско-танцевальной студии «Красная звезда». От лица всех выпускников я желаю детско-танцевальной студии, чтобы они не заканчивали на нашем выпуске, чтобы они процветали, чтобы приходилось все больше и больше детей. И мы будем приходить на концерты, поддерживать вас и поддерживать будущих выпускников. Я пожелаю все, что мне сдается. Я хочу пожелать «Красной звезде» новых побед в конкурсах, процветания и чтобы ставились новые постановки и счастья. На такой радостной ноте мы завершаем нашу передачу. Я тоже поздравляю вас с юбилеем. Ждем юбилейного концерта. Ну и, конечно же, как Татьяна сказала, ярких побед вам, новых свершений. И ждем снова в гости. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok